Последняя провокация армянской стороны вновь делает актуальной тему помех экономическому развитию Армении. Одним из драйверов экономики региона Южного Кавказа выступает транспортное сообщение и соответствующая инфраструктура. Пока Армения находилась в экономической блокаде из-за оккупации 20 процентов азербайджанских земель, Азербайджан активно работал над расширением своих экономических связей. В частности, страна стала участником международных транспортных коридоров. Более подробно эту тему обсудим с Рауфом Гамерзоевым, экспертом по транспорту. Он сейчас с нами на связи. Господин Гамерзоев, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мой первый вопрос. Как Азербайджан, несмотря на бывший горячий конфликт, смог завоевать доверие международных партнеров и тем самым приобрел статус транспортного хаба в регионе? Начнем с того, что Азербайджан активно начал уже сотрудничать с западными компаниями в 1994 году. Это контракт века и все отсюда. Отчет от этого контракта идет. Началось строительство экспортного нефтепровода Бахут-Убилиси-Чейхан, газопровода Бахут-Убилиси-Арс-Дурум. И после этих контрактов пошел мультиэффект в другие транспортные отрасли, как железнодорожные перевозки, автомобильные перевозки, невоздушные перевозки. Азербайджан за эти года подключился в международные маршруты, как Тросеха, Транскаспийский международный маршрут, мультимодальный международный маршрут стран Тихоокеанских и Центрально-Азиатских стран, маршрут Лаписи-Лазури. И также не только Восток-Запад, также подключился и международному маршруту Север-Юг. Как вы считаете, вообще стало ли бы помехой то, что отсутствие по 20% азербайджанских семей для того, чтобы Азербайджан все же смог обеспечить себя той транспортной инфраструктурой, которую мы сейчас имеем? Если посмотреть в историческом плоскости, до конфликта максимум грузоперевозки были у нас в конец 80-х годов, это было 100 миллион тонн. После обретения независимости, когда начался конфликт, значит тогда максимум мы перевозили, как и всегда, это нефтепродукты были, и упало перевозки до 24 миллиона тонн. Потом ввода, эксплуатацию трубопроводов, это снизилось. Сейчас опять доля нефтепродуктов 34% в общих перевозках. Но из-за сложной ситуации в регионе увеличивается внимание в южное направление, конкретно на Южный Кавказ. И вот эти маршруты, они приобретают иную значимость. Но они как приобретают значимость, так и нужно и вкладывать в эти маршруты, чтобы привлекать еще больше грузов. А это командная работа, это не только касается Азербайджана, а всех стран, которые вовлечены в эти маршруты. Если мы говорим о потенциале объема грузоперевозок по территории Азербайджана, есть ли ожидания, что в дальнейшем он может быть расширен, пропускная способность может быть расширена? Конечно, может быть расширена. Азербайджан в этом плане не раз уже показывает позитивную динамику. Сложная ситуация, она показала интерес, как интерес, но и показывает позитивную динамику об увеличении грузов. Как мы знаем, увеличивается контейнеризация грузов, увеличивается контейнерный перевозки, блок поезда уже пилотные были в разных направлениях. И в этом направлении ведутся работы. Исходя из всего ранее сказанного, если бы Армения не сопротивлялась разблокировке транспортных коммуникаций, то какую выгоду она могла бы получить от присоединения ко всем этим международным проектам? Начнем с того, что самая протяженная граница, как у Азербайджана, так и у Армении, это граница Азербайджана-Армении, тысяча семь километров. И она имеет по старой инфраструктуре, были входы с Казахского района, с Зангеландского района, Ордубат и Садарак. И плюс у Армении есть выход на Карс. Но после конфликта эти все точки были блокированы. Если упрощим вопрос, у них по восток-западу никаких перевозок нет. И это дает стране не очень такой большой потенциал. А если откроется это все, и транспортные системы взаимосвязаны, это даже поможет и грузинскому направлению. Если мы внимательно пересмотрим новости, в последнее время очень большие пробки на турецко-грузинской границе, на границе, скажем, с Азербайджаном-Грузией, и также на границе с российской стороны, с Грузией. Но когда заработает вся система, она распределяет грузы. В этом плане и Армения тоже получила бы дополнительный дивиденд от транзитного потенциала страны. Как вы считаете, открытие сообщения Армении к коридору восток-запад, какую роль бы играло для глобальной спочки поставок? Это дополнение к существующим коридорам, и можно было интегрировать. А если говорить конкретно о южном маршруте, это конкретно Зангазурском направлении, это самый короткий путь на Среднеземний порт Мерсин. Также у Турции есть планы по соединению с железнодорожными ветками порта Трабзон. Это дополнительный выход на Черное море, уже существующий, если мы через грузинский порт, но через Зангазур можно было выйти и на турецкий порт. А это увеличивает весь транзитный потенциал Южного Кавказа в целом. И тем самым смягчает нагрузку на текущие проводы и коридоры, которые мы на данный момент имеем. Господин Магомерзоев, спасибо за то, что подключились. Я напомню на тему возможностей открытия транспортного сообщения. Мы говорили с экспертом по транспорту и логистике, с Рауфом Магомерзоевым. Продолжение следует...